Ну что ж, всех приветствую! В этом видео мы рассмотрим обновление на проекте LifeRush, Хилыинское обновление. В России этот праздник не такой популярный, его празднуют в Америке, но в Сампе, в GTA. Этот праздник, он на самом деле очень популярен благодаря Сампу, GTA, потому что все проекты, они разрабатывают ивенты для своих игроков. И вот в этом видео мы посмотрим, что же подготовила для нас LifeRush. На самом деле обновление вышло очень большое, поэтому приготовьтесь, информации будет много. Давайте, наверное, начнем с квестов. Квесты нам получше объяснят, что же здесь нам подготовили разработчики. Стоит квестовый персонаж, тыквы или жизнь. Так, тыков у нас еще нет. Давайте посмотрим хилыинские квесты. Хилыинское событие. Здесь у нас есть задание от Wednesday, продажа тыков и лучшие собиратели тыков. То есть уже мы можем понять, что на сервере появились тыковки. Что нам будет за продажу? Тыковок нет. Здесь появляются 9 заданий. И первое, что нам нужно, это поговорить с пастером. GPS, развлечение, подземелье. За это нам дадут 1 XP и 100 бронзовых монет. Хорошо, давайте. GPS, развлечение, подземелье. Телепортируем все туда. Так, что делать с коинами? Давай сейчас видео. Ой-ой-ой-ой-ой, что тут происходит, ребят? Сколько тут народу ждут этот данж уже? Жесть просто. Так, а ну дайте мне хотя бы тут как-то отбежать. Уже, наверное, понятно, что тут будет. Но мы пока что не будем спешить. Давайте посмотрим, что у нас с лавкой. Был добавлен новый бизнес, лавка Чарадея. Здесь у нас стоит вот такой торговец. Эту лавку можно будет купить обычному игроку. В данный момент, даже сейчас можем посмотреть, у него установлена финка у этой лавки 50%. Выгодно ли будет покупать эту лавку? Уже за вот это время тут финка 58 миллионов. Подойдя к лавке, мы увидим, что у нас появляются новые монеты. Это монеты проклятых, монеты данжи, бронзовые монеты, серебряные и золотые. Как оно все подсчитывается? То есть, нажимая вот сюда на плюсик, мы можем купить бронзовые монеты за верты, за лайфкоины, переплавить серебряные монеты, переплавить золотые монеты. Как оно вообще оценивается? Получается 100 бронзовых монет, это одна серебряная монета. А 100 серебряных монет, это одна золотая монета. Одна золотая монета, если покупать, допустим, в вертах, это 50 тысяч вирт. Купив одну золотую монету, мы можем купить либо 100 серебряных переплавив, либо 1000 бронзовых монет. Отлично, купили. Далее уже предметы стоят дорого. 5000 золотых, 7500 золотых. Это не просто аксессуары, они имеют уникальный баф. Например, щит Капитана Америки, он позволит игроку брать максимальное количество бронежилета до 200. Сейчас у игрока в данный момент есть возможность брать бронежилеты до 100 единиц. Здесь, по сути, он сможет брать сразу 2 бронежилеты, имея этот щит. Логично? Логично, щит должен защищать. Дальше у нас идет меч с урона. Он замораживает противника при нанесении урона с шансом 5%. То есть, если вы, допустим, в кого-то стреляете, какая-то из этих пуль с вероятностью 5% заморозит вашего оппонента. Замораживает он, ну, примерно там на 2 секунды. Дальше у нас идет топор Этригана, наносит противнику критический урон с шансом 5%. Урон повышается в 2 раза. Трезубец Сулима, наносит противнику пробивающий урон с шансом 5%. То есть, игнорирует бронежилет. Ну и последний предмет это коса Баланара. Что она делает? Она поднимает раненого без адреналина. Насколько это полезно? Узнаем чуть позже, когда дойдем до данжи. Питомцы. Очень интересная система. Получается, у нас здесь есть питомец Инфернал. Он выпускает огненный шар в ответ на урон противника, 10 единиц урона от шара. То есть, если по вам кто-то начнет стрелять, или допустим, кто-то будет вас просто так кулаками бить, то вот этот Инфернал будет наносить ему урон в 10 единиц. Сильфида, она больше такая, спокойненькая. Это такой компаньон, который выпускает замораживающую волну в ответ на урон от противника. И замораживает его на 1 секунду. Если по вам кто-то будет стрелять, вот она вам поможет его заморозить. Следующий пункт это зелье. Зелье исцеления. За одну золотую монету мы сможем пополнять себе по 1 хп на протяжении 30 секунд. Зелье мудрости. За 150 серебряных монет мы можем купить себе 1 единицу опыта. 1 хп. Зелье сытости. Оно не даст вам голодать на протяжении 15 минут. И тоже это очень полезное зелье. Не такое уж и дорогое. 100 бронзы. Пригодится тем, кто имеет какие-нибудь предметы по типу крильев, нимба. Где есть в общем эффект пополнения здоровья. И вот если например у игрока менее 50 сытости, то те предметы они не дают этот баф. Они не пополняют хп. Но вот с этим зельем не обязательно будет следить за сытостью. Один раз покушали, выпили зелье и спокойно играете. Пвпшитесь 15 минут. Ездите на захваты. Зелье божества. Стоит 5 золотых монет. Но это очень хорошее зелье. Оно получается что делает? Блокирует урон от игроков в подземелье на протяжении 15 минут. Вы можете спокойно гасить мобов. Зелье инфернала. Оно стоит 2 золотых монеты. И дает иммунитет к огненному урону на протяжении 2 минут. Оно полезно против демонов, которых мы увидим в данже. Зелье сельфиды. Иммунитет к замораживающей магии на протяжении 5 минут. И зелье репутации за одну золотую монету повышает репутацию на 50 единиц. Если вы не можете справляться с захватами, с ящиками. В принципе, можете играть активно в данжах, покупать это зелье. Расходники. Ключ подземелья. Сразу же его покупаем. Без него нас не впустят. Ключ от сундука тоже покупаем. И желательно минимум 2. Потому что в данже появляются донатные сундуки. И вы его можете получить за обычный ключ, который здесь находится. Колокольчик. Стоит 5 золотых монет. Когда вы покупаете колокольчик, его используете. Вы можете знать, в какую дверь вам нужно заходить. Давайте мы сейчас ближе к делу его рассмотрим. Перед тем, как пойти в данж, я, конечно же, рекомендую подготовиться к нему. Где брать монеты? Вот хороший вопрос от Викса. Монеты берутся с мобов. Народу очень много. Поэтому, я не знаю. Наверное, там уже всех поубивали. И вот зайдя вот в эту территорию, мы видим, что игроки тут бегают. Уже зомбаков гасят. Каждые 5 минут спавнятся зомби. И за одного зомби вам дают 10 бронзовых монет. Давайте все-таки подойдем к пастору. Мы же хотим выполнить первый квест. Стой, сын мой. Храму Господню нужна твоя помощь. Нечистая сила прорывается из глубин. Твари и вурдалаки лезут из ада. Только вместе с тобой мы сможем остановить их. И исполнить Божью волю. Без меня или слушать? Давайте послушаем. Для начала тебе нужно очистить кладбище от нечисти. Но будь осторожен. Их очень много. После тебе нужно будет проникнуть в подземелье. Вход в него находится в церкви. Церковь открывается раз в 3 часа. Для входа в церковь тебе необходим будет ключ в подземелье. Окей. Что нас ждет в подземелье? Несколько комнат. Лабиринт с тупиками есть. И мобы. Нам нужно пройти к тронному залу. В общем, подойдя к пастору, вы сможете всю эту систему прочитать, изучить. Но что тут хочу отметить, это какие мобы тут могут попадаться. Первый вид мобов это зомби. Это обычные такие бродяги по 250 единиц здоровья. Они на вас идут. Ну и за них вы получаете бронзовые монеты. Дальше идут скелеты. Скелеты у них тоже 250 единиц здоровья. Но у них есть уже возможность наносить урон с оружием. Их лучше атаковать в первую очередь. Так как они наносят дамаг на расстояние. За них вы получаете серебряные монеты. Следующий вид мобов это балонар. Демон подземелья. Вот он умеет управлять огнем. А также имеет способность оглушать игрока. Я надеюсь, мы дойдем до этого моба. И я покажу, как это работает. Культист это темный маг, который умеет лечить нечисть и атаковать на ближней дистанции. Если вы его не заметите, он будет лечить этих мобов. И по итогу мобы вас едят. Этриган. Могущественный демон. Вот это уже босс. Из-за него, смотрите внимательно, дают 200 золотых монет. 200 золотых монет, если переводить на донат, это 2000 лайфкоинов. В подземелье ты можешь найти сокровища, которые открыть их можно с помощью ключа из лавки череде. Так, ключи мы уже купили. Ну что, ребят, я думаю, пора начинать. Заходим. И вот он первый уровень. Его уже могли очистить. Давайте, наверное, купим ролики, чтобы нам было удобнее выполнять этот челлендж. Все, купили ролики. Я активировал колокольчик, и теперь я могу знать, куда мне нужно бежать. Во, я услышал колокольчик, сразу понимая, что я захожу в верную дверь. Вам, наверное, его не слышно, но он есть. Так, четвертая дверь. Не сюда, колокольчика не услышал. Первый 15 уровней. Я думаю, тут ребята уже зачистили. В правом нижнем углу вы можете отслеживать, на каком уровне вы находитесь. И всего таких 50 уровней. Что нам нужно сделать? Нам нужно выбрать одну из дверей. И вот они уже, зомби пошли, почему-то прыгают. Так, все, огонь, огонь, огонь. Зомби, они просто на вас идут. За них мы получаем по 10 бронзовых монет. Вот так выглядит культист. Вот посмотрите на него. Он, получается, хилит вот этих мобов. И если культиста не убить, то, ну, будет плохо. А смотрите, что делает Баланар. Если к нему близко подойти, то все, они вас просто съедят. Поэтому не подходите к ним близко. Давайте все-таки расчистим немножко зону. Убили культиста плюс квест. Кстати, если вы не расчистите комнату, то у вас не получится зайти в следующее. Это тупик, ребят. Это тупик. Мы здесь ничего не ловим. Что касается Баланара. Видите, то, что они стреляют вас огнем, вас подкидывают. На самом деле это очень мощно дамажит по игроку. Поэтому эликсир, который есть в лавке за две золотые монеты, вот он будет вас спасать от этих взрывов. Вы будете получать только урон от скелетов. Поэтому, если вам нужен легальный ГМ, скажем так, используйте эликсиры. Так, скелетики, скелетики. За скелетиков нам дают серебряные монеты. Вот он уже бежит на меня. Это хорошо, что еще есть ролики. Убили мы Баланара. Давайте теперь их. Думаю, выберемся. Кстати, вот когда он так делает, он же еще дамаг наносит. Все, вроде выбрался. Давайте посмотрим, как он загасит. Вот у него нет роликов. Ну все, чувак, Ханате. Смотрите, смотрите. Да ты чё? Все, Баланар умер. Забираю сундук. Привет, привет, пацаны. Давайте смотреть, что в этом сундуке. Так, сундук старт. Ну не повезло немножечко. Тут может выпасть и фортуна, и улучшенный сундук, и на пути к миллионам. И мне выпадает... Давай, 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 давай. Что-то интересное. Снятие варны. Это 29 лайфкоинов. Ну давайте продадим. Продали, все. Пускай лучше лайфкоин. Находимся мы сейчас на 22 уровне. Ну я надеюсь, вы выбрали верную дверь, потому что если нет... О, это верная дверь, и давайте попробуем загасить. Уже тут кто-то до нас побывал, но не смог эту дверь осилить. Кстати, можете попробовать вот спрятаться за эту штуку, если кто-то Баланара хотя бы отлег. Отстань от меня. Вот. Нужно прыжками от него убегать. И я хочу, кстати, обратить ваше внимание на то, что вот это обновление, оно действительно вводит игру GTA на новый уровень. Она добавляет новые механики. Вот искусственный интеллект. Да, он немножко подвисает, но все равно сделан это реально классно. Вот эти мобы, они почти как живые. Реальные мобы. У них довольно-таки хорошо настроено передвижение. Они не телепортируются. Бывает. Опа! Тронный зал. Внимание! Выход назад будет доступен только после убийства босса. Готовы? Поехали! Кстати, музыка заиграла. Все, меня тпкнуло на арену. И вот она, арена босса. Давайте я вам ее покажу. Вот этот босс, он стреляет с базуки, чтобы вы понимали. Эдриган. Вот у него 15 тысяч хп. Он стреляет с минигана, но не бойтесь. Урон он наносит не очень сильный. Буквально там по 5 единиц хп. Видно, да? Вот по нему он дамажит. И он вроде как еще живой. Поэтому, если у вас тут несколько человек, нужно помогать. Нужно хилиться. Тот игрок, который наносит больше всего дамага, он будет получать от босса дополнительный урон. То есть, вот видите, он все. Я был первым по урону. И поэтому он настроился на меня. Меня опять обогнали. Давайте попробуем еще раз. Опа, минус 1, минус 1. Нужно поднять раненого. Хп у него реально много. Тут нужно, чтобы все как-то принимали активное участие. Имели защиту от огня, от взрывов. Потому что взрывы, видите, сразу поднимите. Эликсира не было. Все, он отлетел. Ой-ой-ой. Вот таких взрывов, да, не должно быть. Нам обязательно нужна защита от огня. Эй, маленький шкетик, а ну помогай, ты что? Он все, он умер. Еще и балонары. Он может призвать армию. Поэтому тоже обращайте на это внимание. Если у вас есть иммунитет на огонь, вы используете эликсир, то в принципе они вам ничего не сделают. Но все равно отвлекают. Вот эти взрывы подкидывают. Давайте мы его просто вот так сделаем. Так, одного мы убили. Поднять надо, поднять бойца. Давайте поднимем. Все, его подняли. Попробуем защитить. Кстати, вот те ребята, которые на фамзахватах играют с роликами, с бронежилетами, они вроде как себя хорошо тут комфортно чувствуют. Пацаны, ну что могу сказать? Еще очень много нужно в него всадить патрон. А ну давайте попробуем без АГМа, чтобы вы понимали уровень. Вот у меня сейчас нет АГМа. Единственное, что я хочу, это возможность брать броник. Потому что без брони мне будет очень тяжко тут. Все, взяли мы бронежилет. И поехали. Поехали на равных. Так, ну я аж не такой бессмертный. Мне кажется зомби, они все-таки в какой-то момент могут помешать. Патрон нужно много. Вот я перед началом ивента брал 999 МП5. И вы видите, что у меня уже почти ничего не осталось. На босса уйдет, ну больше, понятное дело. 15 тысяч здоровья. Ребят, вы должны подготовиться к боссу. Прежде чем зайти сюда, вам нужно вместе с Фомой собраться. Подготовить эликсиры. Подготовить оружие. И в бой. Вот как мы сейчас находимся в этой комнате. Нас тут 5 человек примерно. Желательно, конечно, чтобы сюда добрались еще и поможет. Вот видите, да, сразу минус 82 бронежилета. Поэтому давайте быстренько захилимся. Это важно, чтобы нас не убили. Все. Можем дальше продолжать бой. Нашего бойца убили. А ну-ка. Ты куда? Все. О, на нем завис походу. А насчет адреналинов. Что у нас там? О, есть адреналины. Но у меня уже заканчивается бронежилет. Хорошо, что он не сразу убивает. Так, быстренько нужно захилить. Нет, нет, нет. Он меня так убьет. Видите, он дамажит по 5 хп. Довольно-таки так агрессивно. Поэтому, чтобы спасти игрока, вам нужно как минимум вдвоем на него идти. Чтобы урон вы поделили. А если у вас будет щит. Это 200 бронежилета. То, ну, понятно дело, он будет полегче. Я вижу, нас уже начинает щемить. Быстренько фиксим. Вот этого нужно нам поднять. Живи, братик, живи. Нам нужны бойцы. Вставай. Поднимаем его, раненого. А если есть трезубец, то мы можем без адреналинов поднимать. И это будет быстрее. Один адреналин стоит 15 тысяч. Я надеюсь, у нас всех подняли. Все, ребят, давайте работаем, работаем. Ух, нет, нет, нет. Если вы видите, что у вас 100 хп, 100 бронежилета, то не бойтесь нападать. Потому что в этот момент есть человек, которому явно хуже, чем вам. Вот, например, сейчас меня могли бы убить. Но вот эти ребята, они как-то все-таки дели дамаг. А, и, конечно же, опасайтесь того, чтобы вы вместе не ходили. Одна бомба вот с базуки может сразу нескольких убить. Давайте, давайте, давайте. Так, все, я слишком много на нее надамажил. В атаку давайте. У него еще чуть-чуть хп. Самое главное, это то, что выпадет с этого босса. И давайте посмотрим, что с него выпадет. Я уверен, осталось немного. Половина хп у босса, ему уже плохо стало. Смотрите, он завис, или я не знаю, что с ним происходит. Еще немного, еще немного. Хп нет. Нет, смотрите, хп, я что-то вообще проглядел этот момент. Там еще появились и зомби. Давайте захилимся быстренько. Все, сбиваем анимочку. Админ нас за это не накажет. Вот, смотрите, бегут зомби, он не видит. Поэтому давайте задефим. Все, молодец. Так, теперь мне нужен бронежилет. Я не знаю, ребят, чтобы сюда заходить, сразу закупайтесь. Полный склад брони. Так, там появился демон. Вот это уже плохо. 65 хп, 60. И я надеюсь не умру. Все, я не умер. Давайте быстренько хилимся. Все, я полностью фуловый. Но я понимаю, что кому-то сейчас плохо. Поэтому нужно сразу же идти вот так. Сразу вот так на себя байтить этого моба. Эдригана. Ну и, конечно же, наносить урон. Хоть какой-то. Так, 50 хп, все. 50 бронежилеток. КД 10 секунд на бронежилет. А ведь я мог умереть. Что-то хп не пополняется. По сути, можно вообще, на самом деле, стоять, хилиться бронежилетами, аптечками. Это и как так бронежилет взял, и он не пополнился. Ну, в принципе, я, наверное, вам показал, что без АГМов, без каких-нибудь там админских штучек, можно с ним бороться. Также могут появляться еще игроки. Вот новенький Егор Кавайт. Ну, он вообще новичок, походу. Он даже бронежилет не взял. Долго он тут не притянет. Самое главное, чтобы вы дружно воевали против этого босса, не дрались друг с другом, потому что, если вы еще и будете сами тут деймиться, то, ну, понятное дело, никакого босса не убьете. Тут главное победить. Неважно, сколько вам дадут за него монет, главное победить. Я чувствую, что там осталось тысячи хп. Все, давайте, ребят, ультанем, ультанем сейчас. Еще две обоймы, давайте, ребят. Я знаю, что мы победим. Мы победим этого босса без читов. Ему уже плохо становится, он же убегает от нас. Так, Егорка, ну, ожидаемо было. Совсем чуть-чуть осталось, ребят, совсем чуть-чуть. Давайте, еще по обойме в него закиньте. Это и есть смерть. Мне не нравится. Что он? Все, он умер, он погиб, все. Мне дали 80 коинов золотых монет, а вы действительно хотите покинуть подземелье. Что еще тут есть? Сундук мы можем взять. Так, выходим, появляемся вот здесь, возле этого памятника. Тут тоже могут появляться зомби. Прикольная тема. Босса, да, убили, все. Когда убивает босса, ивен заканчивается. Вы больше не можете зайти в комнату. Там дальше закрыты две двери. Когда закрыты две двери, это означает, что вы попали в ловушку. Вам нужно искать другую комнату. Смотрите, мы получили 80 золотых монет. 50 тысяч вирт. Умножаем на 80, получаем очень много. Что касается лайфкоинов. 10 лайфкоинов, это одна золотая монета. Нам сейчас дали 800 лайфкоинов. Кто играет на лайфраше, те прекрасно понимают, что это круто. 80 лайфкоинов это дается за топ-4 полуурона. Первое место получает 200 золотых монет. Второе место получает 160 золотых монет. Третье место 120. Четвертое 80. Пятое место 40 монет. Представьте, вот кто-то из нас получил минимум 2000 лайфкоинов. Это прикольно. Данжи проходит, еще раз напомню, каждые три часа, играя вместе со своим составом, вы можете зарабатывать золотые монеты и покупать крутые шмотки. Я не знаю, сколько эти шмотки будут стоить, но явно дорого. Потому что здесь как минимум нужно принять участие во многих данжах, где-то нужно будет самому докупить эти монеты, если у вас есть игровая валюта. И кстати, я очень сильно удивлен, уже есть игрок, который купил себе щит. Щит стоит 7500 золотых монет. У игрока уже есть этот щит. Коля Пауэр имеет щит Капитана Америки, посмотрите. Давайте еще раз посмотрим финку бизнеса. А финка на данный момент, она уже 59 миллионов. Ну почти 60 миллионов, округим. 60 миллионов это очень большая финка, на самом деле. Понятное дело, что первый день, но все равно я считаю, что она будет стабильна, потому что придется все равно, если вы захотите шмотку, на одних боссах, на одних момбах сложно будет накопить. Да, есть возможность, но допустим, если я буду покупать за те же самые верты или за лайфкоины эти монеты, я заработаю мечи на щиты, ну куда быстрее, чем просто буду фармить на данжах. Плюс фарм на данжах, он что еще подразумевает? Это вам придется как минимум собирать с собой 2000 ПТ оружия. Не факт, что вы еще дойдете до босса. Сами видели, что босс, он такой тяжелый, там 15 тысяч хп, еще зомбари попадаются. А если нас будет больше, чем там 5 человек, да, может быть это будет в разы легче. Я уверен на 100%, что после этого видео ребята поймут, как его проходить, найдут уже тактики, начнут покупать зелье и уже будет в разы легче находить этих боссов, фармить на них монеты, но все равно это время и как бы кому-то даже наверное выгоднее купить эти золотые монеты. Ну и понятное дело, что финка у этого бизнеса она будет. Стоит этот бизнес по госу 75 миллионов, я думаю она себя быстро купит. Так, ладно, с этим мы разобрались. Давайте мы еще перейдем к части обновления, которая касается тыков. Потому что, ну не все наверное смогут как-то разобраться с этими данжами. По-любому найдутся игроки, которые просто хотят спокойненько там походить, пособирать тыковки. Абсолютно в любом месте может попасться тыква. Она может быть на каком-нибудь поле, в каком-то городе, где-то на крыше, где-то в каком-нибудь подвале. Вот предположим, я знаю одно место, это черный рынок, вот он находится в Горелии. Вот эти тыквы, которые возле домов, это декорация. Тут еще кто-то воюет, ого, ребят, там данжи как бы. Ну ладно, одна тыква, она находится вот здесь. Но эту тыковку уже забрали, украли, ладно. Руки развязаны, разработчики LifeRush хорошо потрудились над этой системой. Дальше нас ждут хорошие обновления. Если тебе понравилось данное обновление, обязательно поставь лайк и заходи, собирай друзей, указывай промокод решеточка Литва, он даст тебе GoldVip и крутые тачки на первое время. Также на время ивента активен промокод решеточка данжи. Вот такое получилось видео, вот такое получилось обновление, надеюсь оно вам понравилось. А на этом все, всем спасибо и пока.